Приветствую всех на своем канале. Решил снять обзор инструмента, которым пользуюсь я для ремонта своего Grand Scenic 3. Многие автолюбители задумаются о покупке хорошего, надежного набора инструмента, чтобы он служил долго, не выходили из строя отдельные элементы из этого набора. Поэтому для начинающих я хочу посоветовать свой набор. Значит так, купил я кейс в наборе 108 предметов. Производитель называется Stab Tools. И за этот набор я отдавал 150 белорусских рублей или по курсу в районе 75 долларов. На обратной стороне упаковки радует то, что уже есть даже адрес. Компании импортера в Беларусь. Вот написано, что произведено на оборудовании по технологии Tools Technologies GmbH Germany для ООО Кубала. То есть на немецком оборудовании. Я читал, что инструменты эти производятся в Тайване, в Индии и Польше. Откуда этот конкретно я не скажу. Но вот есть юридический адрес этой компании Кубала. Это официальный представитель инструмента в Tools. Здесь адрес в Минске есть. И соответствует требованиям СТБ, ГОСТ, ИСО и ДИН этот инструмент. Сейчас посмотрим, что пишут у нас с обратной стороны. Ну а здесь у нас идет перечисление того, что есть. Какие инструменты, какие головки, биты, ключи и так далее. Не будем подробно на этом останавливаться. Лучше перейдем к показу самого инструмента. Ну начнем с кейса. Кейс, как всегда, пластиковый, обычный, довольно такой твердый пластик. Но скажу вам прочно. У меня как-то падал и дырка даже в углу не образовалась. Застежки такие металлические, скорее всего, дюралевые. Это уже хорошо. Почему я купил себе этот инструмент? Да потому что я почитал отзывы о нем в интернете. Отзывы были весьма положительные. Некоторые по 6-7 лет люди пользовались этим инструментом. Пишут, разобрали машину до винтика и все нормально. Поэтому я выбирал долго. А до этого я пользовался инструментом партнер китайским. Скажу, то был вообще откровенный дешман. Мне хватило его на полгода. Какие проблемы у меня были с этим набором? Был мягкий металл. Вообще не хром в анаде. Вот если касаться воротка маленького, я эту вот ось вообще согнул, выкручивая свечи накала. Без усиления, без удлинения трубкой. Просто она у меня начала уже изгибаться. Сама эта, ну скажем так, ось. Биты в дешевых инструментах, плоские отвертки тоже просто-напросто взяли и позакручивались. Я когда выкручивал шурупы им или закручивал, то грани вот эти, они просто не то что слизывались, их закручивало как пластилин. И насадки вот эти под фигурную отвертку биты тоже. Грани у них стирались, особенно если которая без вот этого переходника. Шуруповер отставляешь, пробуксовка происходит в крестовине и их слизывало. И проблема партнера была карданчики. Вот эти оськи, которые соединяют части кардана, они просто-напросто повыпадали. Карданчик рассыпался. И я что-то колхозил, думал, но потом все-таки занес назад. После месяца использования мне вернули деньги. И я доплатив купил вот этот набор стаб. Ну а сейчас пройдемся посмотрим, что же есть в этом наборе. Начну я со звездочек. Это положительный момент. Не во всех относительно недорогих наборах есть ешки так называемые. Вот они сгруппированы. Самые маленькие у нас под маленький квадрат, под маленькую трещотку или удлинители, или под маленькую отвертку. И начинаются они с е4, е5, е6, е7, е8. А те, которые побольше, они соответственно уже под большой квадрат. Это е10, е11, е12, е14, е16, е18, е20. И самая большая у нас ешка, это будет 24. Так. Что касается шестигранных головок. Они у нас тоже здесь по секторам, по ячейкам собраны отдельно. Эти будут у нас под маленькую трещотку, а здесь уже находятся под большую. Значит, самая маленькая у нас шестигранная головка 4, потом 4,5, 5, 5,5. И так, плюсуя 1 мм, мы доходим до самой большой головки, которая у нас будет на 32 мм. Вот она у нас на 32. Я еще и не пользовался. Толщина стенки, ну, на первый взгляд, так скажем, два с половиной, три миллиметра. Не знаю, выдержит, не выдержит, если когда-нибудь я буду менять задние тормозные диски и откручивать ступичную гайку. Попробую, потом скажу. Видео будет по замене тормозных дисков, выдержит ли она. Но качество металлоотливки, скажу, хорошее. Такой, гладкий, полированный, нигде не из-за усенцев, ни выступов, ни дефектов. Отливки я не нашел. Так, идем дальше. Что же у нас еще здесь есть? Удлинители. Есть под маленький квадрат, есть небольшой удлинитель, большой удлинитель. Вот, это уже под большой. На 1,2 дюйма удлинитель. И, соответственно, большой вороток. Я думаю, качество будет большое, нормально. Ну, маленький тоже я пользовался. Он выдержал. Значит, и что касается еще материала, ручки. Вот, если это отверткой, так назвать, под насадки, под битые, под маленькие головки эти, то нравится ручкой. Не скользящая. Вот эта черная резина, прорезиненный такой пластик. Держится в руках удобно, не скользит и нету запаха. А в отличие от партнера, там вообще воняло долго. Это чемодан в машине лежал и открываешь запах из такого дешевого китайского пластика. Исходил. Шарики эти вот не поржавели, не закисали. Нормально все одевается, снимается. Но я пользуюсь им недолго. Где-то около месяца тоже я пользуюсь этим набором. Поэтому у меня еще и чистый. Да и машина, в принципе, нигде ничего не капает, не течет. Двигатели я не разбирал, чтобы масло попало. Идем дальше. Трещотки. Трещотка стандартная. Маленькая, большая. Маленькая еще работает. Тоже без проблем. Все нормально. Механизм храповый этот еще не сломался. Но я не даю большую нагрузку. Маленькой трещотке. Я не говорю уже про профессиональный инструмент, который стоит там по 100 долларов и выше. Форс, рокфорс. Там знакомы рассказывают, что он маленькой трещоткой и сорвал даже, просто отломал головку болта. Ну, сами знаете, для того, чтобы закисший болт открутить, мы сначала используем вороток большой, срываем, а потом уже откручиваем и закручиваем для удобства трещоткой. Так она прослужит дольше. Большая трещотка тоже неплохого исполнения. Такая тяжелая, скажем, качественная. Срывал я тоже большие болты и гайки. Как бы нормально. Выдержала никаких жалоб нет. Еще в наборе есть свечные ключи. Свечные, вот там, если видно, попробую сейчас со светом. Резинка внутри. Да, вот видно. Резинка внутри, чтобы свеча не выпадала. Вот. На 21 этот свечной ключ и на 16 миллиметров. Еще угловые такие шестигранники положили сюда. Ну, не знаю, в автомобиле, как бы я их не найду применение на полтора, два, два с половиной, по-моему, миллиметра. Эти шестигранники. А в этой части кейса у нас уже находятся биты, удлиненные головки и различные насадки торкс. Вот что нравится мне по торксам. Я, кстати, ими тоже пользовался. Те самые ходовые, которые у нас на 25-20. В реносценике тоже еще, видите, грани целые, не подсрывались. Значит, они уже сразу идут с переходником под маленькую трещотку или отвертку. Очень удобно. А здесь в нижней части у нас, вот видите, биты шестигранника различных размеров идут самые вот большие фигурные отвертки. Плоские эти биты по типу плоской отвертки. И все оно здесь собрано. Хочу сказать по качеству крепления в чемодане. Вот довольно даже тяжело вытаскивается. В дешевке у меня оно все выпадало. Были изначально ячейки больше, чем сами головки. Открывается, оно сыпется. Здесь все держится, конечно, довольно хорошо и крепко. Но уже, коль мы начали по удлиненным головкам, вот она самая большая, на 22 миллиметра идет, потом 19, 17, 15 и все перечислять не буду. Самая маленькая у нас удлиненная головка это 6 миллиметров. Соответственно, вот эти уже у нас маленькие, они будут идти под маленький квадрат. И здесь у нас в верхней этой ячейке находится переходник для вот этих бит, насадок, шестигранников, торксов, у которых нету, собственно, такого переходника. Под маленький квадрат эти у нас переходнички. Ну, а этот уже под большой квадрат, потому что они, естественно, у нас все большие и требуют большого усилия. Вот берем, вставляем, опускается вниз и одеваем трещотку и откручиваем. Ну, по итогу скажу, что довольно неплохой набор. Набор, да, за свои деньги он, конечно, себя окупает, оправдывает. Не стоит переплачивать огромные деньги. Ну, и дешевки тоже, я вам скажу, не стоит покупать. Поэтому я, в принципе, доволен этим стабом и рекомендую своим подписчикам и зрителям. Если вы пользуетесь каким-то другим инструментом, довольны, недовольны тоже, оставляйте свои комментарии. Пускай люди упрощают себе покупку инструмента, знают и владеют информацией, каким лучше, каким худше пользоваться или не пользоваться. Поэтому спасибо всем за просмотр и до свидания.